Украина приблизилась к интеграции электросетей со странами ЕС. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НКРЭКУ, 2 июня 2021 года, одобрила предварительное решение о сертификации на Кукренерго как оператора системы передачи ОСП европейского образца по модели ИСУ, Independent System Operator. Для окончательного решения нужно выполнить ряд условий. Об этом сообщает пресс-служба Украинерго. Сертификация ОСП – принципиально важная предпосылка для интеграции в НЦИ, которая является стратегической целью не только для Украинерго, но и для Украины в целом, отметил член правления НКУКренерго Максим Юрков. По его словам, предварительное решение – первый этап процедуры сертификации, которая должна подтвердить соответствие украинского оператора системы передачи требованием третьего энергопакета, который действует в странах Евросоюза. Окончательное решение должно быть принято после выполнения ряда условий. Это, в частности, выполнение определенного в предыдущем решении перечня мероприятий, а также получение заключения секретариата энергетического сообщества о соответствии деятельности НКУКренерго требованиям действующего европейского законодательства. Напомним, что сертификация оператора системы передачи является требованием закона Украины о рынке электрической энергии и третьего энергопакета ЕС в конце 2019 года НКУКренерго подавала заявку на сертификацию по модели у Оуна Шипанбандлин. Однако регулятор не принял положительное решение, а секретариат энергетического сообщества не предоставил положительного заключения из-за отсутствия в украинском законодательстве возможности выполнить определенные условия модели У. Прежде всего, речь шла о законодательном урегулировании вопроса права собственности на систему передачи. По модели У она должна быть в собственности непосредственно оператора системы передачи. Однако по украинскому законодательству система передачи может принадлежать только напрямую государству, а не государственной компании. Для решения этой проблемы в апреле 2021 года Верховная Рада приняла закон 1396АХ, который позволил сертифицировать на Кукренерго кокосп европейского образца по модели ИСУ. После этого НКРК изменила порядок сертификации оператора, чтобы иметь возможность принять решение о сертификации по новым правилам. Закон вступил в силу 15 мая 2021 года, а уже 17 мая Укренерго подала заявку на сертификацию в НКРК. Как сообщала РБК Украина, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НКРК, запретила импорт электроэнергии из Белоруссии и России. Ограничение будет действовать до 1 октября 2021 года. Субтитры создавал DimaTorzok